Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо огромное, что заглянули. У меня вот такие рожки, которые я должна вам продемонстрировать, хотя их совершенно не видно, но я над ними очень старалась. У нас сегодня паста с мидиями, которые я приготовила сама. Готовится очень легко. У нас в морозилке были уже готовые мидии. Я решила все это замиксовать и получилось очень аппетитно. Здесь у нас мандарины, корейская морковка, которую приготовила мама еще до того, как уехала. Здесь огурчики и донисимо йогурт. И сегодня я буду отвечать на ваши вопросы. Я реально очень долго улыбалась, когда читала вопросы, потому что они очень похожи друг на дружку. То есть очень много однотипных вопросов, на которые я, кстати, сегодня отвечу. Я не знаю почему, но здесь очень много вопросов по типу, опиши свой идеал парня, какой типаж тебе нравится, какой он должен быть, чтобы тебя зацепить. Если вам интересно, я вам расскажу. Но, если честно, я сама даже не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что мы предполагаем, что нам, например, нравится один тип людей, но потом бац и влюбляемся в совершенно другой. Мне однозначно нравятся необычные люди. Ну, как необычные? То есть меня толстым кошельком, не знаю, супервнешностью, наверное, не удивишь. Вообще, нужно сказать, что у нас действительно в Азербайджане очень много достойных парней. Парни, которые готовы ухаживать, что-то делать, предпринимать. В этом плане не только мне, но и, мне кажется, всем нам очень повезло. То есть все-таки есть уважение к девушкам. Молодой человек может очень долго за вами ухаживать. Много их парней всяких. Я просто по большей части сижу дома. Никуда не хожу. И это, кстати, не совсем правильно. Меня зовут на дни рождения, на которых будет там 30 человек. Я почему-то не иду, потому что мне это не особо интересно, если честно. Но если человек хочет наладить как бы свою личную жизнь, логично, что надо как бы ходить, знакомиться, узнавать новых людей, сидя в четырех стенах, рисуя бумажные сюрпризы, особо ни с кем не познакомишься. Но, видимо, наверное, мне это и не особо надо. Что касается моего идеала, когда я про это думаю, у меня сразу такая улыбка. У меня есть определенные параметры, которые обязательно должны быть в человеке. Это искренность, преданность, верность, называйте это как хотите. Вот это обязательно должно быть. И обязательно человек должен как-то хорошо разбираться в какой-то сфере. Неважно в какой, возможно, это не YouTube, это там, не знаю. Род деятельности, в котором работает этот человек. Мне кажется, что мне угодить не так легко. Вот честно. Понятное дело, что идеальных людей нету, но надо, чтобы и недостатки человека тебе нравились, а не раздражали. Вот тогда все будет пучком. Резко почему-то выключилась камера, я не совсем поняла, почему это произошло. Я не сразу это обнаружила, поэтому небольшого кусочка, скорее всего, где я кушаю, нету. Следующий вопрос. Какой бы для тебя был бы идеальный подарок? Так, все зависит от кого я получаю этот подарок, от мамы. Одно я бы хотела получить. Ну, вообще, если, например, цена не ограничена, так скажем, да. На мой взгляд, идеальный подарок это какое-то ювелирное изделие из золота. Мне кажется, это прям вот в самое сердечко, в самую точку. Это, во-первых, и останется на память. Будет напоминать тебе об этом человеке. И не знаю, я просто это очень люблю всем. Какие-то супер дорогие подарки я сейчас никогда не получала. И если бы даже мне кто-то предложил, я бы, наверное, не взяла. Потому что это огромная ответственность. Вот. А так идеальный подарок можно подарить, не знаю, парфюм какой-то. Как сделала мама на мой день рождения. Или ювелирку. Вот это вот самое то. Какую-то цепочку с красивым кулоном. Ну, вообще, я своим близким всегда стараюсь дарить подарки, согласовывая с ними. Хотя, наверное, большинство людей любят сюрпризы. Я, если честно, сюрпризы не очень люблю. И люди, которые действительно мне близкие, я не стесняюсь сказать, например, я хочу вот это. Я обычно об этом говорю. Ну, а так, естественно, дареному коню зубы не смотрят. Например, папа, когда приезжал в прошлом году на Новый год, он мне задал вопрос, что ты хочешь? Я тебе все равно что-то куплю. Я захотела камеру от Canon, которую я сейчас снимаю в влоге. Это Mark III, последний. Это просто шикарная камера, она отлично снимает. И папа бы все равно что-то купил, чем он купит Dyson, который мне нафиг не нужен. Лучше он купит камеру, которая действительно мне нужна. Я вот с удовольствием снимаю на нее. Уже сколько? Уже больше года. Потому что папа как раз-таки хотел купить Dyson. И сделать мне сюрприз. И хорошо, что этот сюрприз не получился. Поэтому я все-таки предпочитаю согласовывать. Следующий вопрос. Какой бы ты дала совет, который по жизни пригодится? Один совет для всех моих подписчиков. Он звучит так. Просто верьте в свои мечты. Вот как только вы начинаете сомневаться, хоть на секунду, что нет, это не получится, это все равно не произойдет. Все. Это действительно не произойдет. Вселенная услышит ваши слова. В который раз я просто поражаюсь этому, когда я искренне во что-то верю и действительно от сердца этого хочу, все всегда получается. Поэтому мой совет всем обязательно верьте в свои мечты. Не забывайте мечтать, не забывайте визуализировать. Жизнь без цели, она совершенно неинтересна. И то, что нам порой сложно добиваться чего-то, это тоже делает приятным наш конечный результат. Поэтому один совет всем нам. Верьте в свои мечты. И они обязательно сбудутся. Такой интересный вопрос мне задали. Что бы ты сделала, если тебя избили три человека? Что я делала? Визуализировала бы. Лежала и мечтала о том, чтобы это закончилось. Иногда читаю, и я еще в шоке от ваших вопросов. Вот еще интересный вопрос. Справедливо ли мстить врагам или лучше прощать? Я считаю, что вообще говорят, месть это там холодная. Или как говорят? Сейчас как Ольга Бузова выдам, что-то. Иногда у нее бывают супер такие фразы, которые входят в историю. Я считаю, что когда мы мстим человеку, мы вкладываем в это свою энергию. Стоит ли этот человек того, что мы ему еще мстили? Нет, конечно. Направляйте свою энергию на позитив. У меня есть, честно, в жизни, вот я иногда смотрю сериалы, и я понимаю, господи, как я скучно живу. Там у людей подруги уводят парней, не знаю, подставляют как-то. Ну, понятно, я делаю все сериалы, но это все берется из жизни. И меня, честно, такие гнилые люди не окружают. И никогда такого не было. Даже если бы... Даже если я перестала общаться с человеком, не было никогда какого-то грандиозного скандала, там, не знаю. Кто-то у кого-то что-то увел, кто-то кого-то подставил. Даже при ссорах каких-то я никогда себе не позволяю оскорбления. Никогда. Даже если хочется что-то сказать неприятное, я всегда стараюсь себя сдерживать, не говорить неприятные слова. Даже если меня оскорбили. У меня было однажды такое. Вот меня прямо оскорбляли, оскорбляли. Очень неприятные слова мне говорили. Я просто взяла, заблокировала. Потом мне позвонили с другого номера и продолжили меня оскорблять. Я взяла, заблокировала и тот номер. И я не позволила себе ни одно плохое слово. И я этим горжусь. В универе были моменты, когда я, например, не то что перешла дорогу, кому-то что-то не понравилось, и мне что-то говорят. И вы знаете, что я делаю в таких ситуациях? Ничего. Я просто молчу. Делаю вот такое вот лицо и молчу. То есть, если вас оскорбляют и вы тоже в ответ оскорбляете или еще хуже, там, не знаю, драка, то вы уже на уровне этого человека. Ну, понятное дело, если на вас набросились, не надо сидеть и улыбаться, но позволять себе лишние слова, а потом вам стыдно за эти слова, все равно проходит время, и злость как бы, она тоже уходит. И когда в голове перекручиваешь и вспоминаешь эти фразы, становится как-то стыдно, неприятно, неудобно, потому что земля, она круглая, ты потом можешь с этим человеком опять встретиться где-то. И мне бы хотелось, когда я увидела человека, чтобы мне не было стыдно за те слова, которые я сказала. Вот один раз у меня в жизни такое было, что меня прям конкретно оскорбляли. Но меня это даже как-то, знаете, заповляло, что ли. Мне просто было смешно от этого, что человек выливает столько энергии в мою сторону. Но я себе не позволила ничего такого. И, кстати, этот человек потом извинился спустя где-то месяц моего умолчания. И игнора. Я поела. Действительно, паста получилась невероятно просто вкусная. Со сливками. Кстати, 30% сливки я всегда использую. Они невероятно нежные, вкусные. Маленькую такую упаковочку беру на один раз для меня вот самое то. У меня еще там осталось. Сковородки немножко. Чуть позже поем. Огромное вам спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. С вами была Айка. Пока.